В выборах Верховный Совет СССР приняли участие более 142 миллионов советских людей. Они голосовали за процветание Родины, за укрепление ее экономической и оборонной мощи, за подъем народного благосостояния. На заключительном заседании Центральной избирательной комиссии председатель комиссии Гришин сказал. Центральная избирательная комиссия подводит сегодня окончательные итоги состоявшихся 12 июня сего года выборов Верховный Совет СССР. Мы с чувством глубокого удовлетворения можем отметить, что повсеместно выборы прошли хорошо. Все выставленные коллективами трудящихся и общественными организациями кандидаты, избранные депутатами Верховного Совета СССР. Выборы Верховного Совета СССР продемонстрировали монолитное единство советского народа, его преданность делу коммунизма. Это репортаж из Ташкента операторов кинохроники. Город освобождается от поврежденных землетрясением старых зданий. Вся страна шлет помощь Ташкенту. Строить новый город приезжают посланцы братских республик. Десятки тысяч рабочих, инженеров возродят столицу Узбекистана. В эти дни гостеприимные узбекские кулинары не знают отдыха. Пока еще новый город в чертежах, но стройка его уже началась. Что таят в себе далекие миры Вселенной, расположенные на фантастических расстояниях от Земли? Внимание! Вы слышите сигналы радиоизлучения. Они пришли к нам из глубин космоса. Принять их могут только мощные антенны радиотелескопов. На 20 гектарах раскинулась такая антенна Украинского института радиофизики. Теперь на вооружении разведчиков космоса, наряду с обычными телескопами, есть радиотелескопы с антеннами сверхдальнего приема космических радиосигналов. На лугах совхоза Пролетарский в Ростовской области горячая пора сенокоса. Работая четырьмя агрегатами, механизаторы скашивают до 160 гектаров за день. Более 30 тысяч центнеров высокосортного сена нового урожая уже уложены в скирды возле животноводческих ферм. Новый комплекс цехов по производству полиэтилена недавно вступил в строй на Казанском заводе органического синтеза. Высокопроизводительное оборудование позволяет изготовлять различные изделия, тончайшую пленку, трубы разного диаметра. Казанский полиэтилен найдет широкое применение в народном хозяйстве. Вероятно, это был тот единственный случай, когда кинематографисты сильно волновались, а актеры были удивительно спокойны. Музыканты Оркестра ударных инструментов в Таллинском 103-м детском саду уже привыкли к известности. Кярли, пану. Мотор. Каэра. Ластиоркестер, туbel 1. Субтитры сделал DimaTorzok В Ленинграде, на Кировском разводном мосту, идет необычная работа. Собранное на берегу громадное металлическое кольцо, диаметр которого 41 метр, будет опущено на дно Невы. По краям кольца в дно реки забьют металлические плиты, благодаря чему образуется огромный колодец. Затем из этого колодца откачают воду и на сухом дне Невы смонтируют новую опору моста с разводным механизмом. Субтитры сделал DimaTorzok Такую сложную работу по реконструкции моста ленинградские строители выполняют впервые. В японском порту Иокосука с новой силой вспыхнуло возмущение жителей Японии, направленное против прихода сюда американской атомной подводной лодки СНУК. Атомной смертью называют японцы эти подводные лодки. Улицы, прилегающие к американской военно-морской базе, заполнили демонстранты. Они требовали ухода из Японии атомной подводной лодки. Янки, убирайтесь домой, говорят японцы. Конкурс имени Чайковского вступил в решающую фазу. Жюри должно отобрать лучших из 58 пианистов. Сильвия Чапова, Чехословакия, исполняет отрывок из времен года Чайковского. Француз Жерар Пьеро играет этюд-картину Рахманинова. Француз Жерар Пьеро СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Впервые в конкурсе Чайковского участвуют вокалисты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Народную песню «Луговая» исполнила Римма Волкова. КОНЕЦ КОНЕЦ